На самом деле, может показать, что это такая очень политически ориентированная выставка, потому что словосочетание появилось публично в нашем политическом поле. Все начали про это говорить, но меня в этом проекте меньше всего это интересует. Меня интересует как раз больше графическая составляющая. Ну вот этот ажур, кружево, индустриальных пейзажей, которые сочетаются, ну, сливаются в графику такую в общем целом. То есть, ну а так появились нефтяные вышки, и, соответственно, есть какая-то небольшая привязка к мировой политике, к мировой ситуации. Поэтому название было столичным, прежде всего графическая составляющая этого проекта. Ну вот большая степень вероятности. Вероятности чего? Так, ну вот как раз где нефть, где деньги, большая степень вероятности, ну, как и здесь немного про это в тексте, большая степень вероятности разных конфликтов. И как раз не только конфликтов, но и каких-то вокруг фейк-ньюс, которые существуют сейчас в медиапространстве. И вот каких-то постоянных вбросов информационных, которые разжигают всевозможные конфликты. Ну, как раз в этом проекте меньше всего про это, но больше про графику. Ну, я давно занимаюсь такой индустриальной темой. Здесь, так как изначально были мысли о воде, тут появились вместо шахтовых таких пейзажей, ну, условных пейзажей, появились вот такая географическая морская ситуация, где нефтяные вышки, которые нефтянные платформы, которые находятся на море. И если раньше у меня это сожженное дерево символизировало уголь, кузбасс, то здесь оно превратилось в морскую гладь. Потому что, ну, неизвестно, там тоже появилось стекло, которое мешает, собственно, смотреть. И действительно, если в зал ворвется огромное количество бликов и отражение из улицы, вот как мы вчера тоже не показали, что там появляется проплывающая мимо девушки на, не знаю, как это называется, на каяках, условно. Ну, то есть, действительно, стартовка будет абсолютно рада. И там, может быть, идет вот как раз эта политическая тема совершенно. Будет совсем другая, ну, не местная, местная, контекстуальная такая. Получается, везде возникает мой индустриальный пейзаж, условно, условный пейзаж. Здесь речь идет не о сегодняшнем дне, не о том, что, как эксплуатируют ресурсы сегодня, сколько они зарабатывают на этом денег. А всегда пейзаж у меня такой постапокалиптичный. То есть, часто к этим вышкам ведут оборванные провода. То есть, ну, всегда это постапокалиптичный пейзаж, где видно, что индустрия остановилась. То есть, эти вышки не покрашены в яркие цвета нефтяных компаний, угольных компаний. Нет, нету, все заржавело, все черное, только остался темный силуэт на световом фоне. То есть, в общем-то, этот проект, весь проект, который с силуэтами, он как раз про остановку индустрии, про то, что рано или поздно это должно остановиться. Это век потребления закончится, и эти индустриальные сооружения, они будут уже такими памятниками архитектуры. То есть, это твоя мечта? Ну, может быть, не мечта, а может быть прогноз. То есть, если это все остановится, что ты думаешь, будет дальше? Экологическое общество, которое будет... То есть, ты веришь в какое-то разумное решение этих проблем, что человек как-то станет лучше? Ну, мне кажется, что в любом случае человек должен прийти к экологическому мышлению и экологической жизни, потому что потреблять бесконечно, ну, это невозможно. Это рано или поздно приведет к огромным конфликтам, которые лишат общества, вообще, цивилизации. И может быть... Ну, это тоже один из прогнозов. Да, ну вот у меня такой, как раз, с одной стороны, печальный, с другой стороны, позитивный прогноз на будущее. Ну, то есть, в целом, это разговор о будущем. Да, да. Ну, если в угольных делах это будущее зачастую уже наступило, потому что, но часто героями становились уже заброшенные угольные предприятия в Кузбассе, то здесь сейчас водная добыча нефти актуальна. Прям много строится новых платформ, много разведки. Ну, я думаю, что это к такому же результату приведет в будущем. Галерею мы, как бы, назвали шумом в продолжение нашего питерского проекта, который тоже просуществовал, наверное, год на Фонтанке. Сейчас галерея переехала в Венгрию, в такая небольшая деревушка Топшонь. Нам отдали школьный домик, как раз администрация поселка. И у нас большие планы, потому что там есть заброшенная школа, которая просто, наверное, 3000 квадратов. Очень красивая, конструктивская такая архитектура. И это было бы просто огромнейшим проектом не только для нашей деревни, но и в Венгрии. Это, мне кажется, все получится. Почему, ты думаешь, художники стали делать такие проекты, открытие таких галерей, таких мест, где они могут показывать свои работы? Ну, тут получается, что дистанция, ну, как ты тоже говорил, сократилась до публики, ну, выход в публику. Тут опять же появились большие возможности интернет, где ты открываешь проект, непонятно где, приходят совершенно не специалисты, а просто зрители, живущие в этом месте. А люди, которые действительно специалисты, и они могут это как-то оценить, они могут посмотреть это все в интернете. А мы получаем кайф от того, что мы взаимодействуем с местной средой. Это необходимо художник? И это прям сильно заряжает. Вот в прошлом году мы тоже сделали такой контекстуальный проект. Я написал такую серию портретов стариков, которые, ну, они вообще прям символизируют гуру места, рассказывают все истории. Они прожили военные годы в этой деревне. Ну, и это был такой прям фурор и успех, условно, среди, ну, пятиста жителей. Потому что на сегодняшнее утро меня просто завалили письмами. Хотя это было все, ну, достаточно, может быть, не концептуально, но очень трогательно для них. Потому что они увидели этих людей на картинах. А картины тоже, по большому счету, видели в первый раз, потому что многие не были, не могли. Такая, получается, процветительская вещь, ну? Ну, да, 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 ну, постоянно, ну, какие-то диалоги. Сейчас в этом году весной поставили скульптуру Пети Дьякова в Стопшоне. И это тоже, ну, разгорелся большой диалог, какие-то споры. И жена мэра, которая опубликовала фотоотчетки с этого мероприятия. У нее ни разу в жизни не было на ее странице такого бурного обсуждения. Она сама удивилась. И, ну, как раз многие люди, которые уехали из Стопшоне, уехали в большие города, они как раз реагировали очень позитивно, потому что, ну, все равно венгерская деревня, она погибает. То есть живет только за счет того, что приезжают немцы, которые покупали эти старые дома. Ну, я в чем-то сравниваю, конечно, наши два проекта здесь и то, что мы делаем в Венгрии. Но мне кажется, что здесь чуть-чуть совсем, ну, чуть-чуть, чуть-чуть другая ситуация, потому что здесь все-таки, ну, есть очень подготовленная публика, которая, в принципе, много где ездит, ну, тут много туристов, они понимают, что все-таки, что такое современное искусство. У нас в Венгрии мы открылись, и люди вообще, в принципе, пришли в первый раз на какое-либо открытие. Не то, что я не говорю уже о современном искусстве, они просто в первый раз увидели там какой-то условно фуршет, условно людей, которые собрались вокруг непонятного чего-то, на стенах, или не только на стенах видео. И в этом смысле в чем-то сложнее, в чем-то проще, потому что, ну, как бы мы, конечно, привлекаем огромное внимание. Ну, это маленькая деревушка, и люди стремятся помочь очень. И я хочу, конечно, чтобы это было такое полное вовлечение в этот процесс. Если вот поначалу в прошлом году, ну, они помогали какими-то там бытовыми делами, ну, косили траву, в какие переехали мы, ну, вот, в Венгрию сюда, может быть, то как раз он выпадает из такой обоймы коммерческой, и начинает немного думать о другом. И как раз, может быть, такие проекты и появляются, потому что ты уезжаешь из той, ну, коммерческой такой прям жесткой ситуации, когда есть воля галериста, куратора, и ты начинаешь... Ну, это, собственно, наверное, мечта каждого художника, чтобы ты мог делать то, что ты хочешь, и не думать совсем о том, что как, где и кому это показывать и продавать. И что тебя войдет в какой-нибудь рейтинг? Они, конечно, через интернет настигают. Ну, у меня появились не про эту серию, а появились такие работы, которые, ну, не приложить действительно ни к какой другой серии. Они абсолютно другие статусы. Ну, может быть, там есть какие-то переклички по материалам исполнения, но они абсолютно не коммерческие. Мне было сложно, конечно, в тот момент как-то их воспринимать и делать, но я думаю, что это такой все равно прорыв для меня. И это как раз местный колорит и контекст помогли в этом.